Всем доброе утро, меня зовут Юлия, я живу в Черногории, и я думала, что живу у себя дома, оказывается, что я живу у Натали уже вторую ночь, я засыпаю здесь, но первую ночь я хотя бы, знаете, она говорит, давай поднимайся, я ложу диван, потому что я пока монтировала видео, уснула, а эту ночь она даже ничего не говорила, она просто накрыла меня одеялом и ушла, думаю, спи. Я проснулась по третьего ночи, вся одетая, знаете, монтирую видео, называется, молодец, Юля, потому что у меня сегодня вот заканчивается интернет мобильный, и я, возможно, подключу на новый тариф, но я побоялась, что если я не выложу видео основное на канал, у меня закончится просто дома он, и все, и что я буду делать, у меня же там нет Wi-Fi, это новый дом, он еще не проведен. Смотрите, какую красоту она на Тали приготовила. Сосиска очень вкусная, это мы вчера в магазин Воли заходили, вот такие сосиски там продаются, без омутача, это значит без оболонки. Варить сколько? Варить написано сколько, 3 минуты, не меньше. Вкусная, короче, я вспомнила Китай, там в цирк, когда зашли, то сосиска такая стоила 20 юаней, а нормально она стоит 3, вот очень вкусная, 20 юаней, и мы дали, потому что мы голодные были. А что делать? Это был не цирк, это был самый большой Ocean Kingdom Park, очень вкусное пирожное, вообще обалдеть. Вот это сверху был белковый крем, Юля съела, вот это, ну, Наталья говорит, что это сливочный, но мне немножечко все-таки сыром немножко отдают, очень-очень вкусно. Стеван, я думала, что мне будет за сладко, нет, вообще не приятно сладко, очень классный. Вот, в баре телефоны и в Подгорице, оказывается, адреса здесь нет, только телефоны, ну, позвоните, спросите, вам скинут локацию, Юля аж не смогла показать. Амина это, наверное, в Подгорице, я не помню, да, наверное, так называется, в Подгорице. Сейчас зашла в мой магазин «Идея», я смотрю, что здесь, походу, по акции мясо продают, видите, минус 27%, но запах мне не очень нравится, который я здесь вижу, слышу, вернее. Поэтому, наверное, не буду рисковать, пойду за хлебом. Зашла сейчас спросить за мобильный интернет, у меня, оказывается, до 8 февраля я могу пользоваться, но у меня не остался он. Блин, конечно, слушай, я когда определюсь, где здесь хлеб, а, всё, нашла. Тут он, как бы, знаете, такими солнечными лучами расположен, это идея, но всё равно в какой-то момент ты теряешься, нету моего хлеба, всё, нету. С семечками ничего, ну, значит, возле себя в Франц зайду. Не, в Аков, в Аков, там ещё тоже, может, ну, не с семечками, правда, не. Не знаю, вот этот почему-то мне не очень нравится. Он такой рыхлый, сыпчатый такой какой-то, на второй день прям разваливается. Может, у меня какой-то такой попался неправильный, но я пару раз брала, мне не очень. Юля, не выпендривься. Очень люблю наблюдать, когда голубей кормят. Для детей это вообще счастье. Ещё и фонтаны работают. Ой, всё, красота. Я не могу. Всё, всё. Накормила, накормила. Классно здесь. Видите, лавочки? Ой, ой, напугала. Красиво, когда разлетелись. Всё, обратно прилетели. Артисты. Это очень классно, что они не сделали здесь, с этого бизнес. Потому что я видела уже и в Анкаре, и в Анталии. Сидят, продают тушино, знаете, чтобы покормить голубей. А здесь взял хлебушек себе. Ну, пошёл, кормишь. Например, дом остатки какой-то, да, чтобы не выбрасывать. Пришёл, голубей покормил. Или рыбок. Или уточек. У нас есть место, где все уточки. Ну, прям не все, знаете, я сейчас на все не отвечаю. Хороший парк. Солнышко вышло. Все вышли. Плюс сегодня суббота, я думаю, на набережной тоже будет много людей. Я иду в МТЛ узнавать за тарифы. То есть, вы понимаете, за 10 евро на месяц у меня было 100 гигабайт. И я их все использовала. У меня даже одного не осталось. Там 900 с копейками. Понимаете? А я практически загрузила только два больших видео. Из-за того, что это новый телефон, оно даёт, ну, как бы побольше места занимает. То есть, не один гигабайт, да, а три. Всё равно не понимаю, что так быстро ушёл интернет. Сейчас зайду в Тиммобайл. Мой застройщик у себя в отеле, именно, а, не туда, поставил Тиммобайл. Ну, там 50 евро за месяц, но он на все квартиры тянет. Говорит, ультань, ты приходи ко мне в отеле, загружай, что тебе надо. Говорит, спасибо. Я тебе ключ дам. Говорит, не надо, я на крыше могу сесть. Вас там тоже тянет. Он смеётся. Тиммобайл. Можно подписать контракт на два года, и тогда вы платите каждый месяц 22,90. Но вы не можете уже тогда прервать контракт. Вы можете прервать, но будет большой штраф. Ну, так же, как и в Турции. То есть, это те месяцы, которые вы не доиспользовали, вам могут просто все их доплюсовать, и вы должны будете заплатить эту всю сумму. Ну, может, чуть-чуть меньше. Дальше можно подписать вот такой контракт. Каждый месяц платить 26,90. Первый месяц вы доплачиваете ещё 15 евро за подключение. Но этот контракт 300 гигабайт даёт вам. А тот, что на два года, он неограниченное число вам даёт. И этот контракт, там, где 26,90, вы можете прервать в любой момент. То есть, пришли, написали заявление, и всё, вам закрыли его. Вам нужно опять открыть. Вы опять платите 15 евро 26,90 в месяц, и вы дальше используете его. Вот такие есть выбор, скажем так, в Тиммобайл. Мобильный интернет у них. За месяц 15,95 вы платите, чтобы у вас было 500 гигабайт. И 1 терабайт, это если 21,95. Она объясняла, что можно ту же карточку вставить в роутер домашний и мобильный. Тогда будет 45,60, 69. Вот эти все цифры. Она решила мне же дальше не объяснять. Ну, моя Юля, разборись сначала с этим, да? А Дико Банк? Не знаю, где МТЛ. Они, знаете, спрятаны за деревьями. Это очень классно, что здесь большие деревья. Это просто супер. Просто ничего не видно, что за ними. Пошли мы до нашего МТЛ. Чтобы перейти с туристической карты на обычную, вам нужно дать 20 евро на 30 дней, и вам выдадут 1 терабайт. Это супер. Но потом, на следующий месяц, вы можете покупать за 10 евро 500 гигабайт. И все. То есть я говорю, а если 20 евро и терабайт? Нет. Говорит, это только первый месяц так дается. Чтобы получить домашний интернет, вы можете подключить контракт на 2 годины. Это значит 2 года. 23,70 в месяц. Если вы хотите его остановить, то вы платите за тот месяц, которым вы останавливаете, и плюс 150 евро штраф. И останавливайте, когда хотите. Если вы уже 2 года добыли, значит штрафа никакого нет, пожалуйста. То есть это очень интересно. Надо там. И это безлимитный интернет. Короче, я дала 20 евро, купила новый номер. У меня теперь на 1 месяц будет 1 терабайт. Если этого будет достаточно, тогда я перейду на T-Mobile и буду просто каждый месяц покупать за 22 евро 1 терабайт. Потому что здесь на следующий месяц вы не можете купить 1 терабайт за 20 евро. Можете только 10 евро давать и получать 500 гигабайт. Не 100, как на туристической карте, а 500, это всё равно выгодно. Если же мне будет мало 1 терабайта на месяц, тогда я проведу домашний интернет. Хотя бы мне нужно получить лист непокретности, то есть то, что это уже моя квартира. Тогда можно подключать на 2 года контракт. Проверим такую систему, посмотрим, как оно будет. Просто говорю, я могу подойти к отелю, загрузить свои видео, но в 6 утра, даже когда, я вам загружаю в 4 утра видео, в 4 утра. Ещё летом нормально, но зимой так не хочется вылазить под одеялом, чтобы идти куда-то загружать. А надо днём, значит, Юля, днём это делать. Да днём я гоняю, понимаете, то заказываешь холодильник, то ещё что-то. Но сейчас немножко утрамбуется всё, будет более-менее нормированный график, тогда, возможно, всё получится. Потому что эти дни последние никак. Я ходила, выбирала холодильник. Столько дней я не знала, как лучше. Как лучше. Купила самый дешёвый, всё. Посчитала гроши, успокоилась. Я когда покупала стиралку, у меня просто выбора не было, потому что крышка открывалась, только вирпул, всё. Ну, в баре большого выбора нет, слава богу. Я нашла, где самое дешевле, в Бэко. И он говорит, если холодильник ещё возьмёшь, то будет хорошая скидка. И я мнусь, я не знаю, шарп, Бэко или горение. Я говорю, ну, ни туда, ни сюда. Он говорит, всё, давай такой, покупай сейчас стиралку, иди думай, когда придёшь покупать холодильник, я тебе любой могу заказать, который ты захочешь, я тебе дам скидку. И я пришла, и, чтобы вы понимали, в Технусе этот холодильник стоит 480 евро. В том уж Технусе на него скидка. И его продают за 432 или 427, извините. Уже цифры путаются. То он мне отдал за 4. Да, кухни нет, но хотя бы самое главное есть. Плита, стиралка и холодильник. Поздравьте. Да, я не снимаю, когда я покупаю большие вещи, потому что это надо, деньги пересчитать, это надо уточнить, или это точно тот номер. Ну, короче, это очень серьёзно. Я забываю этот момент, что я блогер, и мне надо для вас что-то снять, потому что это надо сосредоточиться на совсем другом. И, извините, когда я покупаю прищепки, я вам показываю, а когда я покупаю большие вещи, я вам не показываю. Я забываю тупо вообще. Ну, раз мы возле моря, давайте я вам покажу чуть-чуть море и пойду уже домой умываться, потому что я у Натали сегодня ночевала. Понятно, что я ничего с собой не брала. Мне кто-то написал, зачем этот бар? Потому что я барская особа, знаете-то. Мне нужно, чтобы было море. Это смешно. Да, я, наверное, неделю, может, две даже не видела моря. Подождите, я тут последний раз была на крещении, то есть 19 января, а сегодня 3. Это называется, люди живут возле моря. Видите, поехали, ребята. Ну, вот такая. В Анталии тоже люди могут месяц не видеть моря, а то и два. Но главное, чтобы оно было. Слушайте, я уже рассуждаю, как турки. У меня знакомый говорит, Юль, я был в армии, очень тяжело без моря. Я говорю, слушай, так ты даже не плаваешь. Ты вообще за лето ни разу не поплавал в море. Говорит, а зачем? Я говорю, ну, это ж классно. Поплавать в море. Говорит, нет. Мне достаточно, что оно есть. Всё. То есть без него тяжело, очень тяжело. Я привык жить возле моря. Но плавать мне не надо. Вот такая логика. Да, это мы едем на отдых. Нам надо всё поплавать. Каждый день, утром, вечером, в обед. Утром, вечером, в обед. Так, чтобы уже плохо было. Потому что всего две недели, да. А если ты живёшь возле моря, ну, не надо тебе плавать. Тебя посмотрел, тебе уже хорошо. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях вопросы, которые вы хотели бы, чтобы я ответила. Потому что я соскучилась. Я отсюда записываю разговорные видео обычно. А это что-то холодно было, я не доходила. А так, может быть, сегодня-завтра прийду и запишу. На фоне моря. Сегодня, конечно, было бы круто записать. Но я думаю, что не успею, пока я дойду. Пока сегодня, наверное, репетиция хора. Ну, посмотрим. Есть некоторые вопросы, которые вы задали, и я ещё не ответила. Но было бы интереснее, когда много, знаете, комментариев, тогда сразу отвечаешь в одном видео на все. Всё, что хотите, не стесняйтесь, спрашивайте. Если мне как-то неудобно о чём-то ответить, я просто не буду отвечать. Не расстраивайтесь. Я не обижусь ни на какой вопрос, ни на какое замечание или критику. Я это нормально воспринимаю. Такие лодочки. Я вам говорила, да, что если покупаешь какую-то лодку, то тоже дают ВНЖ. Но это надо проверить, эту информацию. Возможно, не на вот такую лодку, да, а на большую яхту. Честно. Это, если кого-то интересует, я тогда пойду узнаю точно. Просто большая яхта, она, походу, стоит дороже, чем какой-то домик маленький. Сейчас у меня будет новый номер, там, где будет интернет. А во второй телефон я поставлю старый номер, и на него можно будет ещё звонить в течение трёх месяцев. Она говорит, двух точно, но может даже трёх. Ну, это странно, да? На турецкий можно шесть месяцев, не пополняя, звонить. Без проблем. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки, подписки, комментарии. Желаю всем мира в душе, любви, благодати, мудрости. И, конечно же, исполнения ваших самых заветных, добрых желаний. Целую. Целую.